Майки, ты там в зеркало, да? Ку-ку, всем привет! У нас сегодня вот такая вот уже чудная погодка, хорошая утречка. Майки, ну что ты творишь? Алло, парнишка. Так любовался, любовался. Тебе сегодняшний мейкап не понравился? А? Итак, вы в комментариях часто пишите, расскажите какую-нибудь историю. Так, сейчас будет история про то, как Майк вляпался. А нет, молодец, обошел. Красавчик, красавчик. Какую-нибудь интересную историю. В общем, я решил сделать серию видосиков. Если понравится, лайк в комментариях, напишите, чтобы продолжали. И тогда продолжим эту рубрику. Итак, однажды, когда у нас еще не было Рокки, только с Майком гулял, проходили мимо стоянки. И там выскочил сторожевой пес, очень злой. Видно, день не задался на нервах и просто разрывался. Слюни летели, гавкал просто неимоверно. Так себе с меня рассказ, рассказатор, рассказчик. Уточки уже. Красота. Сейчас покажу и продолжим еще раз. Уже аж интересно, засовываем мордочки. Итак, и там металлический забор, такая, клеточкой, решеточкой. И стоят они нос к носу, Майк с собакой нос к носу. Собака разрывается нереально, просто гавкает, очень злая. И буквально в метре там есть дверь открытая. То есть, что собака может выскочить, что Майк может обойти. Майк молча стоит, смотрит, смотрит на собаку. Мы дальше не идем, думаю, чтобы не провоцировать, чтобы собака не видела, что можно к выходу, чтобы Майк не додумался. Они стоят в метре от выхода и просто разрываются, просто готовы уничтожить. Майк поворачивается и начинает ссать на морду. Майк просто тупо нассал на голову собаки. Собака резко замолчала. Это максимальный уровень унижения. Я просто тогда, просто был в шоке от этого монстра. Такое повторилось после этого уже два раза. Мы когда проходим мимо каких-либо строек или чего-либо, вот мимо стройки рядом с домом у нас филармония строится, и там есть охранная собачка, тоже немножко на нервах. Или она очень эмоциональная, любит пообщаться. Непонятно. Но, в общем, тоже она высовывает морду, очень разрывается. Майк подходит молча и просто ссып на морду. Вот такой вот парнишка. Ну, как по мне, это такой максимальный трешничок, потому что я такое вживую, когда первый раз увидел, я был просто в шоке. Серьезно, я думаю, у вас бы всех бы пукан тоже разорвало, если бы я снял это на видео. Это очень сильно. У нас еще есть много таких историй. У нас однажды бомжи украли майка. Поэтому, если хотите послушать историю, но эта история уже не на пару минут, пишите в комментариях, и будем записывать такие видосики, рассказывать наши истории просто из жизни, которые не были запечатлены на видео. А у нас вот такая вот красота. Так, парни, кто у нас тут запутался? Нет, не запутался. Тогда пошли, 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 мои хорошие, пошли. Что это мы? А? Пошли, мои хорошие. Да, 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 да. Еще раз похвастайтесь. Какая у нас уже погодка чудная. Ммм, ляпота. Все. Всем пока. Да, парни, побежали? Побежали. Давай, 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 давай. Расчехлились, расчехлились. Давай, утречка добрая. Пошли, 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 пошли. Я же не говорил, кто идет, майки. Это ты уже ушки, так кто идет. Так, а что мы в зеркале? В зеркале на себя смотрим? А, уже налюбовались. Все, пошли, 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 пошли.